Десятый региональный пленэр Середа Емская идет полным ходом. Художники рисовали в Михайловском, Жукове. Хотя погода вчера была дождливой, но участники творческого лагеря поработали на выезде плодотворно. Сегодня их можно было увидеть в разных частях города. Две художницы из Костромы устроились на улице Фроловская. Здесь их привлек целый ряд старинных деревянных домов. Надежда Репина принимает участие в пленэре Середа Емская уже второй год подряд. Здесь ей нравится. Второй раз в Фурманной на пленэре. Первый день мы походили, погуляли по городу. Нам понравилось это место. Мы сегодня нашли его на карте. По карте приехали сюда рисовать. Как оказалось, объектом для зарисовок гости выбрали дачу еще одного участника пленэра, нашего земляка Николая Ивановича Шарыкина, который называет себя певцом одной улицы Фроловская. Он работает во дворе своего дома. Дело все в том, что когда у нас начинался пленэр, а начинался он этот пленэр в девятом году, то многие художники здесь просто рисовали ее постоянно и дом, и улицу. Это все интересно, потому что здесь как бы настоящая старина в центре города. Вот. И если я буду говорить о себе, то я как бы художник одной улицы. Поэтому почему бы и нет. Людям нравится наш город, они здесь видят как бы хорошие мотивы. Ну и я, само собой разумеется, здесь постоянно рисую. Только у меня есть возможности вечером рисовать, когда солнце заходит. Я утром рисовал, когда вишня расцветает, тернованник. Вот. Ну а сейчас пленэр, потом и сейчас надо рисовать как бы. Вы выбрали акварель? Вы выбрали акварель, потому что дело все в том, что по истечении большого количества времени, когда рисуешь маслом, оно немножко становится тяжелым для тебя. Акварель эта техника легкопрозрачная и такая воздушная. И самое главное, вот ее легкость привлекает в работе. И когда смотришь на работы художника, выполненную акварелью, то просто иногда восхищаешься, насколько она может быть интересной. У нас вообще мало художников, которые работают в технике акварели. У нас был Владимир Чемлекчеев, который ездил на пленэра. Но он акварелью здесь не рисовал. Хотя он писал, любимая техника у меня акварель. Писал только маслом здесь. Он действительно был в области, может быть, самый сильный акварелист. Пленэр продолжается. В субботу, в день города, художникам предложили порисовать портреты фурмановцев на новой фабричной площади, реконструкция которой близится к завершению.